Ребят, сегодня не Хэллоуин, но все-таки у нас самый загадочный выпуск в истории, потому что у нас есть вот это, Тём, сколько их здесь? Я не знаю, более нафига. Мы находимся в ангаре, который целиком забит автомобилями одного бренда, и все это принадлежит одному безумному фанату. Стоимость всех этих тачек 150 миллионов рублей, это 2 миллиона долларов. Два. В общем, ничего подобного ты просто никогда не видел. Мы не знаем, чем занимается этот человек, но он просто безумный фанат Ауди, и у нас есть разрешение поснимать это все и выбрать на сутки любые тачки погонять. Посмотрим, что из себя эти 2 миллиона долларов представляют, и пиши в комментариях, на чем нам надо прокатиться. Ну что, погнали, главное, помогай нам в комментариях. Блин, а что такое? Пацаны, я помню, мы сняли первое видео, и нам подписчик предложил свою тачку на обзор, и даже не понял, что это за марка вообще. У нас теперь целый гараж через 2 года, блин. А вы в курсе, что здесь E-tron стоит? Вот эти вот зеркальца, вот эта вот огромная надпись, вот эта вот, вот эта. Блин, пацаны, это вообще законно? То есть без зеркал ездить вообще поставить? Что это? Открылись закрылки, Леха. Как ты это сделал? Блин, какие-то символы, я вообще ничего не понимаю просто, что это такое. Да, мы сейчас автоблогеры, конечно, с большой буквы. О, господи, Леха, какая контурная подсветка здесь, вот эта в дверях, ты видел вообще? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Глянь. Здорово. Блин. Подожди, да я посмотрю. Я до сих пор не могу поверить, что здесь нет даже зеркал какими-то дублированными. Посмотрите, вы видели что-то подобное? Охренеть, кусок металла такой. Переключение передач, я так понимаю. А ты не зря автоблогер. Смотрите, здесь сколько экранов, считаем. Раз, два. Три, четыре, пять экранов. То есть можно сразу пять как бы Netflix-ов включить в сериал, понимаете? Разных причем. Да, разных. Внутри горят замки ремней. Блин, круто. Ты видишь? Круто. Блин, а я в какой-то тачке вообще есть такая штука или нет? Да, в Етроне. А дерните капот, пожалуйста. Началось. Ну что, сколько здесь котлов? Давай, рассказывай. Но я вижу оранжевые шланги здесь. И кондиционер заправить где. И все на этом. Ну, вон там незамерзайку можно залить. Это была краткая инструкция по E-tron от Артема. Закрывай капот. Смотрите, какая... Закрывай, закрывай. Убери. Если посмотреть в темноте, это, ну, как бы, олл-роуд, только высокий, да? А открываешь салон, это просто другая вообще какая-то космическая тема. Короче, как бы, бога... Ну, совершенно верно. В шоке, потому что чувак, короче, понимаешь, ездит на электрической тачке. А если надо на дачу, у него есть олл-роуд чисто, знаешь, чисто... А все остальные ездят на дачу. Если есть на дачу, у него много машин для этих вариантов. Смотри, это же Audi. У них очень круто зажигаются фары у всех. Давайте позырим. Вау! Это фантастика. Блин, офигеть! Причем у каждой тачки это шоу свое. Мне это очень нравится. Обратите внимание, что у некоторых машин здесь несколько вариантов в одной модели. Вот о восьмых я вижу раз, два. То есть реально можно всем сесть во восьмые и просто к школе подъехать. Я думаю, они разных комплектаций, с разными движками вполне возможно. А, ну типа какая-нибудь дизельная мало жрет. Ну да, 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 да. Вот это А8. Да, 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 да. И там тоже А8. Вот А8, синенькая. И здесь А8 тоже есть. А это, собственно, не А8. А7? Это С8. Я думаю, ребята, это самая дорогая тачка здесь, возможно. Смотрите, колеса какие. Короче, это обычные стальные тормоза, правда, такого размера, что вот, честно говоря... На них можно ездить перед диском, понимаешь? Да, да, некоторые колеса меньше, чем эти тормоза. И обратить внимание на суппорт. Тормоза-то стальными не делают. Они же чугуневые. Чугуневые, я верю. Но я думаю, минимальный размер колес, которые сюда можно поставить, это двадцатки. Потому что меньше уже никак не влезет. Шестипоршневые машинки, но они просто по размеру гигантские. Огромные просто. Ты же монстр. Из них суп можно есть. Давай заценим, где есть цвет фар. Блин, какая она здоровущая просто. Вы вообще обратите внимание, что у нее на переднем бампере есть прибор ночного видения. Есть дальномер, есть камера парковочная, есть раз, два, три, четыре, пять, шесть парктроников. Она вся утыкана просто какими-то разными датчиками, сенсорами. Она видит все вокруг себя, блин. То есть это камера, которая встроена в один... Это камера ночного видения. Она видит как раз через этот глазочек пешеходов. О, боже. Тут же еще карбоневый интерьер. И коричневая кожица. А где дефлекторы? Вот здесь. Он выезжает. Вот эти, вот эти. Вот они. Леха, иди сюда. Что-то выезжает, смотри. О, она еще поднимается снизу. Зацените опционную S-приборную панель, как у гоночной тачки. Не знаю, то есть какой-нибудь, не знаю, формулы что ли, типа. Да. Вау. Блин, а можно я газану просто один раз? Все, какой-то там отплевывается, там, какие-то клиться. Вот он. Сколько здесь? В-8, 4 литра, 571 лошадь. Она едет до сотки, блин, меньше 4 секунд, 3,7 там, или что-то типа того, 3,8. Хреновина вот эта, сколько она, 2,4 весит? Стояр, это что такое? Не глядеть. Донат Стояр. Да. Не глядеть фары, потому что они лазерные. Вы можете такое представить? У отца была сотка. Батя служил в ГДР. Там, соответственно, я купил. Привез сюда. Ну и с тех пор я люблю Ауди. А первая тачка у тебя какая была? ТК-шка. Я принял для себя важное жизненное решение. Ты камин-аут хочешь сделать какой-то? Да. Я возьму эту тачку себе. Ты охерел, мне кажется. Ты просто охерел. Я забыл уже, что мы тачки выбираем даже для... Так, все, короче, я пошел. Отлично, давай, идешь. Если кто-то хочет А8, только чуть-чуть покомпактнее, здесь тоже есть такая тачка. Это, походу, шестая. Огромные красные тормоза, низкая посадка, большие колеса. Ну о чем еще мечтать? Ну о чем? Объясните мне. Блин, ну реально это так, знаешь, если А8 слишком большая, да? Общая сумма тачек, как мы уже сказали, 150 миллионов рублей, правильно? А потом ты покупаешь машину, чтобы ездить в этот гараж из дома. И, короче, все эти тачки... Гараж полностью занят, значит, человек явно на чем-то ездит. Но самое забавное, что у него есть еще какие-то машины для, я не знаю, экономки. Мне кажется, что просто дочь родилась у него, а он такой, ну на, на вырос тебе, типа, вот машинка. И вот красненькая, хорошенькая, маленькая, пожалуйста. А вы видели, что рядом стоит справа? Судя по тормозам, что-то серьезное, друзья мои. Судя по всему, это S7 и с лазерными фарами. Вот эта голубая метка, я так понимаю, это означает. Блин, эти колеса просто самые большие за сегодня. Знаешь, что я думаю? Скоро они просто будут вокруг. Блин, вот один большой суппорт будет. Мне кажется, на тормоз будет сверху резина натягиваться. Тут до хрена тормозов. Ой, как ярко. Вы в курсе вообще, что это самый вообще жирный дизель, который только можно достать на этой планете? Это единственная S, у которой вот в России есть дизель. Да. TDI, да, V8, ребята. Мы оказались в ситуации, когда S это дизель и это самый быстрый, если не ошибаюсь, дизельный кроссовер на планете Земля. Короче, вы готовы? Здесь 422 силы и 900 ньютонов. Причем с тысячи уже оборотов он тащит просто. Представляете, какой это тепловоз. Разгон 4,8. Максималка ограничена 250. Ограничено. То есть, как бы, есть возможность кое-что отключить и получить просто... Посмотрите, какое здесь огромное вообще место сзади просто. Ну-ка, в восьмерке, в S8, столько же места или поменьше? Ну ладно, не надо, пожалуйста, вот сейчас. У меня, смотри, даже сенсорные кнопочки. А здесь сенсорный климат сзади, смотрите. Да, 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 все верно. Ну, Audi вообще не любит кнопки, они избавляются от них, судя по всему. Знаете, что мне нравится? Огу. Здесь на всех дверях есть проекция на землю. Смотрите. Колечки? Да. Зырьте просто на динамике. Это высокочастотные твиттеры, Бенка Новсон. Да, здесь топовая аудиосистема, охренительная. Смотрите, я еще нашел здесь настройку. Можно на весь экран карту, можно вот этот вот гоночный, формульный практически тахометр. Красные ободки, красная подсветка, все такое дерзкое. Заведи ее. Слушай, это точно дизель, Лёв? Очень дерзко. Мне нравится, когда дизель так звучит. Может быть, здесь есть SQ-8? Которая... Я уверен, есть SQ-8. Вот это не SQ-8, посмотри. Нет, это обычная восьмерка Q-8. Так смотри, как она выглядит дерзко. И если не секрет, примерно чем ты занимаешься, нам очень интересно знать. Ну, немного занимаюсь логистическим бизнесом. Есть еще сфера услуг. Ну, так-то немного. Есть SQ-8 у этого чувака. Я в шоке просто. Ну, то есть, это, по сути, как семерка, только восьмерка, правильно? Только еще более дерзко выглядящая. Ты вообще видел у нее здесь эти карбонокерамические тормоза суппорт огромные? Их сейчас, их раз, два, три, четыре, пять, десять. Все, не глядя, моя, моя, отошли, все. Да, ну, вас. Сем, ну, что ты стоишь? Выбирай, давай, себе что-нибудь. Я, в принципе, много раз задумывался о том, что хочу до хрена машин. Потом я думаю, ну, ничего, неужели я буду каждый день их менять? Так вот, есть люди, которые, кажется, так и делают, да? Че ты в атьме бродишь? Что там, R8? Какая-то Audi. Я люблю. Засранец. S7, друзья мои. Что, ваши таратайки так могут? Слышишь, здесь вот этот, вначале? Да. Это как раз турбина. Электрическая? Да. Она электричеством разгоняется, не выхлопными газами, поэтому она снизу уже подхватывает очень мощно. 2,9 литров, 450 сил, 600 ньютонов. Довольно неплохо. Разгоняется 4,6, пацаны. Опять же, ограничитель 250 можно снять. Идите, посмотрите на задние колеса, когда я буду поворачивать передние. О, господи, неужели они подруливают? Она подруливает в поворотах, но я так понимаю, что это как S6, та же самая тележка. И мотор, и... Да, 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 технически это S6, по сути. Иди сюда, Илюх. Ты видел когда-нибудь вот такое, чтобы карбон был без ламинации? То есть это просто... Ты видишь это? А, типа открытые поры как будто? Да, у вас все там под лаком, а здесь... Ооо, открытая структура. Слышь, очень круто. Ой, зацени, подожди, он реагирует что ли на движение? Ты понравился этой машине. Отойди отсюда, она не твоя. Спасибо, Лёх. Если у нас есть S-ки, может быть нам взять еще Сеню посадить, еще Костю посадить на S6 и на седьмой SQ? Давай. И сделаем крутую картинку. Давай, конечно. Больше всего здесь, наверное, S-модели, потому что на них можно ездить хоть каждый день. И при этом оторваться в любой момент, даже на треке. От них больше всего эмоций. О-о-о-о-о! Я хренею с того, что это полноприводная тачка с вот такой шириной колесами, на которой ты просто нажимаешь газ в пол, и она шлифует всеми четырьмя колесами. С места, с ходу, ей вообще все равно. Ребят, просто как будто с разгона дали пинка футбольному мячу. И ты именно этот футбольный мяч. Сразу все упирается, естественно, в ограничитель. Хочется погонять, ребят. Ну вот вам просто пример. Берем, вводим поиск навигации. У нас сразу появляется здесь менюшка. И мы вводим гоночный трек. Основная фишка этой тачки в том, что у нее есть электронная турбина. Вот эти все шутки про то, что пылесос можно приделать к машине, и она поедет быстрее, больше не шутки. Здесь именно так. Если выкрутить руль и нажать на педаль газа, произойдет вот это. Просто посмотрите, насколько она напичкана всяческой электроникой. Даже задвижка на дефлекторах регулируется тачскрином. Она может резко привстать, если почувствуешь, что в бок летит тачка, и вы уже не можете никак избежать удара. Еще одну фишку здесь можно все-таки оценить. Это стабилизатор управляемый, который на бездорожье. В середине замок размыкается, и колеса становятся независимы более. Они работают по всем ямам, а вот здесь вот на асфальте все это замыкается максимально плотно, чтобы ты мог чувствовать машину, и она не кренится. Стабилизатор просто замыкается на максимум. Здесь внутри вот такой вот электрический замок. Переведем Drive Select в Comfort Plus режим и насладимся тем, как пневма умеет плавно сглаживать все неровности. Короче говоря, эта тачка многофункциональная, мне она очень нравится. Продолжение следует... Продолжение следует...